Приветствую вас, и для начала мне бы хотелось задать вам вопрос. Что делать, чтобы что? Понимаете, если вы впали в депрессию, то депрессия должна быть диагностирована врачом, психотерапевтом, клиническим психологом, либо психиатром, и, соответственно, после диагноза должно быть назначено лечение, в том числе медикаментозное, в том числе психотерапевтическое, для того, чтобы вас в этого состояния вывести. Вот, это первое. Второе. Если вы задумались о смерти и о том, что, значит, вы можете потерять своих близких, то получается по факту, что это такой, с одной стороны, экзистенциальный кризис, то есть непонимание того, например, для чего и почему я живу, да, то есть, ну, какая у меня цель. По сути, речи может идти о потере личностного смысла. Вами. Вот, это первый аспект. И второй аспект, это определенного рода желания, которые стоят за... Вашим страхом, да, то есть за вашими мыслями, какие желания за ними стоят. Как это не парадоксально, но... за вашими, за вашим таким вот страхом, да, да, за вашими слезами, вот, стоят, на мой взгляд, именно желания свободы, да, именно потребность в свободе. Понимаете? Вот. Это то, что, мне кажется, вам очень сильно не хватает. Это то, чего вам очень сильно не хватает. В том смысле, что человек начинает хотеть смерти, начинает думать о ней, в том случае, когда реальная жизнь, живая, ну, живая жизнь, да, его не устраивает, его не удовлетворяет, не удовлетворяет. Вот. По сути. Только в этом случае человек начинает думать о смерти. То есть, смерть здесь выступает своего рода как, что такое, знаете, избавитель. Как своего рода избавитель. Как своего рода освобождение. Вот. И вам, вам необходимо найти вот эти вот причины, да, по которым вы не чувствуете себя, допустим, свободным. Вам желательно найти причины, по которым вы чувствуете себя, скорее всего, закрытым, замкнутым, ну, вот, в определённое пространство или что-то вроде того. Вот. И, соответственно, освободиться. И тогда о смерти вы думать не будете, потому что вам будет просто некогда. Вот. Ну, не думайте о смерти люди, которые идут, как бы, с вами до смерти. И причём, которые свободны. Вот. Просто не думают. Поэтому тут история, вот, в принципе, такая, на мой взгляд. И это уже, это уже нужно разбираться лично с вами, да, лично с вами, да, значит, лично с вами в контексте консультации. В контексте консультации именно личной консультации. Вот. То есть, как и что вы сейчас испытываете, как и чего вам не хватает и так далее. Вот. Это очень важный момент. То, что вы задумались о смерти своих близких, опять же, говорит о нуждаемости. Понимаете? О вашей нуждаемости в них. Так. Вы нуждаетесь в своих близких. Любовь, любовь, значит, ну, любовь к ним, да, именно любовь к ним. Это одна из сторон. Любовь к ним. А нуждаемость, это совсем другое. Когда человек любит, он отдалить, когда человек нуждается, он хочет получать. Поэтому здесь мне кажется, что вам следует отделить, отделить именно любовь от нуждаемости. Если вы чувствуете нуждаемость, то очень важно понять, в чем именно вы чувствуете нуждаемость, да, и почему. На мой взгляд, это вот такая очень важная история. То есть, то, что вы сейчас испытываете, это сигнал о том, что вы не удовлетворены. Вот. Ну и, соответственно, возникает вопрос, что вы будете с этим делать дальше, вот, и будете ли вы с этим что-то делать дальше, вот. Что эта история здесь, на мой взгляд, она вот именно, именно такая. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.